Числа будут от минус 10 до 10. Ну да, меньше, чем минус 10 не могут быть, потому что если все минусы, то это будет минус 10. Больше, чем 10 тоже не могут быть. Отлично, дальше. И они должны быть чётные. Да. Поэтому тут проходят все чётные числа от минус 10 до 10. То есть всего 11 вариантов. Да. Правильно. Давайте поймём, например, каким образом получить число 4. Мы должны... Сначала написать плюсики. Пишите 1, плюс 1, плюс 1. На самом деле всё легко. Вот. Вы уже потратили 4 единицы. А дальше что легко делать? Плюс, минус, плюс, минус. Понятно. Напишите быстрее. Плюс 1, минус 1, плюс 1, минус 1, плюс 1, минус 1. Да, да, да. Плюс 1, минус 1, плюс 1, минус 1. 10, полный цикл написано. Отлично, спасибо. Сумма чисел от единицы до 10, 55. Конечно. Каждая. 55 бывает. Ну, аналогично минус 55 бывает. Мы тут с Колей на неделе сходили на фильм «Фантастические твари 2». И фильм, честное слово, хорошее. Да? Я тоже очень хорошо. Ну, он разумеется. Слушайте, ну, такое надо снимать вечно. Просто это же счастье, что Роулинг – это ещё более-менее молодая женщина. То есть она ещё много всего интересного напишет, придумает и так далее. Кстати, все знают, в какой стране, кроме Англии, она много жила, когда писала свою педушку про Гарри Поттера. Где? Где-где? Новая Зеландия. Новая Зеландия, неправда. Да. Неправда. Всё гораздо проще. В России? Ну, в России она провела довольно много времени в Португалии. В городе Порта мы даже… Это совсем близко от того, где у нас была лидерная школа. Мы на несколько лет проводили четыре года, например, проводили. Это было с 2014 по 2017 год. Так вот, господа, там, в городе Порта, даже тот самый книжный магазин, который её вдохновил на… Понятно, да? На вот тот книжный магазин, который в фильме. И в городе Каимра библиотека абсолютно такая же, как приводит библиотека университета Каимра. Ну, на самом деле, конечно, многие университеты и библиотеки похожи. Вот, про библиотеку университета Каимра я могу рассказать такой анекдот. Сразу под библиотекой расположена университетская тюрьма. Она, правда, с середины 19 века не работает, к сожалению. А до этого, именно к сожалению. А все знают, почему к сожалению? Или нет? Ребята, а потому что в средние века сотрудники и студенты университета могли быть осуждены только университетом. Когда вы видите в фильме про Гарри Поттера, что Дамблдор всерьез спорит с министром магии, а знаете, примерно это чему соответствует? Как если бы ректор МГУ, он уже очень много лет ректор, на полном серьезе говорил бы, я не знаю, министру образования или Путину, У вас свое мнение, у меня свое мнение, в университете будет так. А вот вам это смешно. А в течение столетий это было так. Было ровно так. Ректор, сознательно совершенно, королев. Например, в Португалии произошла такая история, когда стало известно, что вводится инквизиция, можно слышать, была такая страшная история, в Испании, в Португалии это дошло, ввели суды инквизиции. То португальский король, который не мог ничего, чтобы, знаете, противостоять, да, церковь противопоставить, ничего не мог, он взял и принял такое решение. Отдалю свой замок, а это в том самом городе Каимбре, университет. Остался королем, все хорошо. А целиком вот этот вот королевский замок в Каимбре оставили университету. И вот этот самый университет с середины 16 века до наших дней работает, работает, работает. И те самые портреты ректоров там висят, прямо как в фильме. То есть очень многое она позаимствовала из Португалии. Вот, и университетская тюрьма была очень важна. Потому что наказание для сотрудников университета и для студентов могло быть только от ректора. Только от самого университета, а не от других властей. Соответственно, если студент что-то сделал такое с точки зрения, не знаю, церкви или с точки зрения властей, университет сам действительно полностью разбирался. Это называется университетская автономия. И это давало действительно большие возможности. Так вот, про библиотеку я еще хотел сказать. Кроме того, что там внизу аудитория. И там слышно было ничего страшного. Прямо из университетских аудиторий был ход в тюрьму. То есть идея была такая. Вот сейчас вы там плохо себя вели, там не решили задачу какую-нибудь, да? Все, после занятия спускаетесь, проведете, там, не знаю, три часа в тюрьме. Или там, если совсем что-нибудь нехорошее произошло, да? Кто-нибудь там совсем ничего не решил. Все, идете, ночуете в тюрьме. И там были две камеры. Почему все так тюрьноваты? И там были две камеры более-менее под размер студенческой группы. Правда, там были еще и одиночки. Но, между прочим, ребята, там на всю эту тюрьму было, я не помню сколько, то ли две одиночные камеры, то ли три. То есть там с наказаниями было, прямо скажем, не очень, да? Количество преступников там не могло быть большим. А тюрьма-то была маленькая. И не уверен, что она так уж, что называется, сильно использовалась, да? Нет, так что то, что люди сейчас с этим занимаются хорошо. Так, я вот, давай про библиотеку. На ночь в этой роскошной библиотеке, роскошная, действительно, роскошная, не хуже, чем в фильме, абсолютно не хуже. В этой роскошной библиотеке, внимание, закрывали сетками книги и мебель закрывали сетками книги и мебель и открывали некоторые дырки в стенах. Вопрос. Поля молчил. Для чего? Для того, чтобы заключенные были. Заключенные библиотеки, да? Днем они книжки читают, да? Не было в библиотеке заключенных, к счастью. Проветли. Что? Проветли. Проветлить зачем? Чтобы пользовались. Это все из-за машин, которые в библиотеке живут. Молодец. А что там делали мыши? Они ели книги. А зачем тогда для них библиотеки открывать? Для чего? Для чего? Чтобы мыши убегали. Да. Мне кажется, закрывали книги, чтобы мыши ели книги. Да. Мыши сказали, чтобы они ели то, что... Ребята, все проще. Дело в том, чтобы угадали со словом «мышь», но не догадались, что мыши крылатые. Летучие. Мыши по ночам прилетали в эту библиотеку и кушали всех на сиповках, которые там могли появиться. Это было для того... Мыши летучие там выполняли ту же роль, как, не знаю, кошки против настоящей мыши, да? Вот. Летучие мыши летали, а для того, чтобы они не нагадили на книги, то сеточку такую сбрасывали. Вернее, не знаю, а везде, где вдоль книг и вдоль мебели натягивали такую сеточку, для того, чтобы насекомых эти летучие мыши могли бы поймать и съесть, а желание, чтобы вот садиться на книжки и, простите, какать на них, у них бы не было. Вот. Так, ну ладно, я вам рассказывал. Это действительно там все очень красиво и ролик, все это. Ребята, и по португальским городам, между прочим, и сейчас ходят в мантиях студенты. То есть, даже не обязательно в порту, в ОВЕК, где у нас была летняя школа, идешь вы по территории университета и навстречу студенческой группы. И представьте себе, часть этой группы, не знаю, там в рубашках, в джинсах, там, не знаю, там, ну там довольно тепло обычно, в шортах каких-то, в чем угодно, а часть группы в мантиях. Что-то мантия, понимаете, да? Это такая черная, прям как, ровно как в фильме. Замечательно. Вопрос, почему студенты любят мантии? Потому что они им притворились. А? Фильмом притворились, да? Ну, мне кажется, это значит, что традиция. Традиция, это верно. А, понимаете, когда есть традиция, у нее должно быть как рациональное объяснение. Ну, дубная одежда. Почему мантия в португальских условиях, это вполне себе замечательно, ее действительно из-за этого четвертая часть группы носит, на полусерьезе. Защита от солнца? Да, конечно, конечно, защита от солнца, ребята. Вам в большую степень защита от солнца, потому что там, это довольно южная страна, там очень много солнца и хочется от него защититься. А вторая идея простая, господа, вот посмотрите, пожалуйста, друг на друга, у всех одежда разная, и понимаете, что всем приходится думать о том, чистая она или нет, как она выглядит, правильно? Когда на вас мантия, то под мантией вы можете быть в скультурной форме, вы можете быть в чем угодно, вот совсем в чем угодно, потому что с внешней точки зрения вы в мантии, поэтому совершенно спокойно, если у вас в этот день, я не знаю, тренировка на стадионе или там, не знаю, в бассейне, то вы совершенно спокойно надеваете свой скультурный костюм, сверху надеваете эту мантию, и вы готовы, так сказать, к любым официальным занятиям, и все. И эта традиция там осталась. Так, ну ладно, это все, ну, замер, хорошо, а решать будем? Расскажу. Расскажу я это, разумеется, при индукции. Сначала возьму первое число, тогда у меня есть единица и минус единица. Согласны? Да. Теперь делаю следующее. К каждому из этих чисел прибавлю двойку, получаю числа 1 и 3. И с каждого числа вычитаю двойку, получаю минус 1 и что? И минус 3. Заметьте, пока эти числа в количестве четырех штук. Теперь тройку. А вот здесь будет следующее явление. Когда я прибавляю тройку, то у меня получится 0, здесь будет что? 3 минус 1. 2 у меня будет, здесь будет 4, здесь 6. Получили все черные числа от 0 до 6, правильно? А теперь я вычитаю тройку. Что у меня будет? Когда я вычитаю тройку, то это будет опять 0. С перекрытием, поэтому тем не менее. Будет у меня 1 минус 3, это будет минус 2, минус 4 и минус 6. Вот здесь я вычил тройку. Догадайте, что я теперь делаю с этими числами. Прибавлю? Нет. Четвертую. Когда я прибавлю четвертую, то у меня будут такие числа. Минус 2, 0, 2, 4, 6, 8 и что? 10. Десять. Когда я наоборот вычту четвертую, то у меня будут числа от 2 и сюда. Но я не буду их заново писать. Соответственно, мы читаем четвертую, у меня будет минус 4, минус 6, минус 8 и еще что? Минус 10. Обратите внимание, числа идут подряд все четные числа. Здесь тоже шли подряд все четные числа. Здесь подряд все четные числа. Здесь подряд все четные. Так, на следующем уровне что будет? С пятеркой. Я прибавляю ко всем числам пятерку. Соответственно, здесь будет у меня число минус 5, здесь минус 3. Поскольку здесь были подряд, то и здесь будут подряд. Минус 5, минус 1, 1, 3, 5, это я прибавил 5 к нулю, 7, 9, 11, это я сюда прибавил. Еще у меня будет, конечно, 13, я еще будет 15. Обратите внимание, ребята, числа идут без пропусков. Ну и дальше все понятно? Когда я вычту пятерку, то будет с 5 и налево. 5, 3, 1, минус 1, минус 3, минус 5, это я из 0 вычел. Будет еще минус 7, минус 9, минус 11, минус 13, минус 19. Ну и дальше все понятно. Так будет? Всегда. Почему? А потому что у нас вот эта табличка, что значит, по бокам растет быстрее. И у нас каждый раз происходят не слишком большие сдвиги в лево-вправо. Значит, когда мы дойдем до последнего числа, то будут все нечетные числа от минус 55 до 55. Отлично. Может быть, кто-нибудь из вас понял первую задачу? Какой там будет ответ? Там картинка, на самом деле, даже более красивая, чем здесь. 255, то есть 256 минус 1. Да. Что есть? Все числа от? 255 до минус 255. От минус 255 до плюс 255. Молодец. Ребята, я вас очень прошу. Вот прямо сейчас возьмите и табличку, такую же, как я только что нарисовал, для пятой задачи, пожалуйста, изобразите. Что я сейчас делаю? Я стираю и прошу кого-нибудь из вас, у кого хороший почерк, заполнить это. Честное слово, будет очень похоже на то, что я только что объяснял. Итак, верхний этаж, наверное, всем понятен, да? Итак, плюс-минус 1. Это верхний этаж. Кто пойдет делать? Двойку к всем этим числам прибавить двойку. Нет, нельзя. Я же здесь специально оставил место. Я мысленно, как бы здесь руля нет, я его запишу. Ну, он понятно, да? Вот поэтому здесь, как бы, двойки нет, а вот тройка нет. Сюда написано. Да, это мы прибавили. А теперь давайте двойку отнимем. Минус 1, все правильно. И то же самое, минус 3. Отлично. Теперь надо, как всем этим числам, прибавить 4. Минус 3 и 4, сколько будет? Отлично. Да, 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 да. Минус 1, 3, 4. 5. Не жальничать, да? Здесь 7. Отлично. И теперь, наоборот, нечесть. Слушайте, господа, все понимают, что происходит. Или нет? Все нечетные числа от минус 7 до 7. Так, теперь, да, 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 прибавляем 8. 1, 3, 5. Смелее, смелее. 7, давайте, да. Пробел, провел. Да не жальничать, да. Нет. Правда. 1 и 8, 9. Ну и да, дальше, ну, вяточек поставьте. Ну, все, все, все. Да, не назад, потому что там минус 1. Ребята, смотрите, что у нас получается. Все нечетные числа. Понятно, почему четных здесь быть не может? Потому что единица идет со знаком плюс или со знаком минус. Единица идет со знаком плюс или со знаком минус. Это дает нечетность. А дальше идут только четные числа. 2, 4, 8 и так далее. Все, спасибо, что нравится. Ну и дальше понятно по индукции, да? Все понимают? То есть все нечетные числа от минус 255 до 255 получают.